С вами GS Times Tuesday. Смотрите в этом выпуске. Kingdoms of Vemalor никому не нужно. Новости с аукциона. Electronic Arts выпустила бесплатное обновление для гоночной аркады Need for Speed Rivals. Оно добавляет новейший масл-кар Ford Mustang 2014 модельного года. Об этом, собственно, объявила и автомобилестроительная компания Ford, таким образом решившая отрекламировать свой новый Mustang. Песочница Minecraft в версии для Xbox 360 продана в количестве более 10 миллионов копий. Это совершенно уникальный показатель, делающий детища Маркуса Персона самой успешной инди-игрой на этой консоли. Общий же тираж Minecraft для всех платформ сейчас составляет 23 миллиона копий. 14 января 2014 года, как объявила компания Paradox, в продажу поступит первое масштабное дополнение к глобальной стратегии Europa Universalis 4. Аддон под названием Conquest of Paradise, посвященный завоеванию нового света, введет случайно генерируемый американский континент, колониальные державы и новые возможности для коренных жителей Америки. Студия Spark Plug Games официально подтвердила, что космическая MMORPG Firefly Online, создаваемая по мотивам телесериала «Светлячок», будет запущена летом 2014 года. Сначала поиграть в нее можно будет только на компьютерах, но вскоре релиз состоится и на планшетах под управлением iOS и Android. Разработка очков виртуальной реальности Oculus Rift достигает колоссальных масштабов. Изначально авторы этого девайса планировали собрать на его создание лишь 250 тысяч долларов. Но вдохновленные новинкой пользователи добровольно пожертвовали авторам почти 2,5 миллиона единиц американской валюты. А ведь это только на Кикстартере. Теперь уже к работе над Oculus Rift привлечен сам Джон Кармак, а огромные корпорации выкладывают баснословные суммы на поддержку команды. Вот недавно инвестиционная компания Andresen Horowitz выделила 75 миллионов долларов, чтобы разработчики Oculus Rift ни в чем не нуждались и могли реализовать все свои задумки. Ubisoft объявила о начале открытого бета-тестирования экономической стратегии Unknown Online на территории России, Украины, стран СНГ и Грузии. Если желаете поучаствовать, ссылка в описании. Rockstar Games выпустила экшен Grand Theft Auto San Andreas на мобильной платформе iOS. Игра совместима с iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPod Touch пятого поколения, iPad 2 и более новыми моделями планшета iPad Air и iPad Mini. Ubisoft сообщила, что сюжетное дополнение Freedom Cry для Assassin's Creed 4 Black Flag выйдет на Xbox 360, Xbox One и PC 17 декабря. Владельцы PlayStation 3 и PlayStation 4 получат аддон на день позже. Завершился аукцион, на котором с молотка разошлось имущество, основанный бейсболистом Куртом Шиллингом, обанкротившейся компанией 38 Studios, известной по ролевой игре Kingdoms of Amalur Reckoning. Проводила мероприятие компания Heritage Global Partners, и поздравить ее особо не с чем. Она собрала лишь незначительные 320 тысяч долларов. Kingdoms of Amalur участников аукциона не заинтересовало. Если верить организаторам, никто не предложил за вселенную Роберта Сальваторе хоть сколько-нибудь приемлемой цены. И это странно, ведь в ноябре администрация штата Род-Айленд перенесла торги из-за якобы слишком высокой заинтересованности потенциальных покупателей в игре. А теперь на аукцион явились представители всего пяти компаний из 20 заявленных. Причем участники пожелали остаться анонимными для общественности. Никто не приютил и недоделанную ММО Project Copernicus, которая также создавалась в цехах 38 Studios. Продать на аукционе удалось лишь права на стратегические серии Rise of Nations и Rise of Legends, а также относящуюся к ним торговую марку Big Huge Games. Владельцы Kingdoms of Amalur, впрочем, обещают продолжить переговоры, и надеются в конце концов найти подходящего покупателя. Тактический шутер Rainbow Six Patriots то робко появляется где-то на горизонте, то также незаметно и пропадает. Это один из самых таинственных проектов Ubisoft, о котором издатель предпочитает не говорить при беседах с журналистами. Причину недавно пояснил Лоран Деток, президент североамериканского подразделения Ubisoft. Он открыто заявил, что причиной гробового молчания является полный перезапуск разработки. Мол, первая версия Patriots получалась недостаточно качественной и, грубо говоря, не работала. У игры отличная команда девелоперов. На бумаге у них вышла великолепная концепция, но когда они начали разработку, то оказалось, что задумка не функционирует так, как надо. Поэтому они начали заново. Дело в том, что у Ubisoft есть влиятельная редакционная группа, которая решает, соответствует проект заданному уровню качества или нет. И если игра недостаточно хороша, данная группа говорит об этом прямо. В большинстве случаев разработчики отвечают «Да, мы знаем». Но иногда они хотят продолжить движение в том же направлении, даже когда им говорят «Нет, это не будет работать». В случае с Patriots ее надо переделывать. Сейчас команда хочет воспользоваться преимуществами новых консолей, и пока не знаем, что получится. Возможно, будет изменено буквально все, в том числе и название. Когда же Ubisoft собирается представить новую Рейнбус X Patriots общественности, пока сказать трудно. Напомним, что в оригинале игра рассказывала об американских террористах, а главной фишкой должна была стать непривычная для тактических шутеров система морали, заставляющая игрока принимать те или иные решения. Шведская студия Frictional Games, прославившаяся ужастиком Amnesia, как вы знаете, сейчас вовсю трудится над новым хоррором — Сома. И амбиции у авторов хоть отбавляй. Например, они смело заявляют, что Сома — это ужастик не для тупых. Игровой процесс будет построен так, что бдительность нельзя будет терять ни на миг. Никаких катсцен, только чистый геймплей. Команда всего лишь выстраивает ситуацию, а игрок решает, как именно ему действовать. Впрочем, интеллект игрокам понадобится в первую очередь для понимания сюжета. Разработчики хотят натолкнуть нас на серьезные размышления о смысле жизни, сознании и прочих фундаментальных вещах. А также настаивают на том, что они категорически против разжевывания игровых событий видео-вставками, пространными диалогами и прочими явными подсказками. До всего мы должны додумываться сами. Предполагается, что попав в этот научно-фантастический мир, вы будете внимательны к любым мелочам, изучите окружающую обстановку и вообще станете действовать рационально. И шведы абсолютно уверены, что поклонники их творчества обладают достаточным вниманием и смекалкой, чтобы ориентироваться в такой обстановке. А тупые, как они говорят, в Сома играть просто не смогут. Неприятный инцидент произошел в студии Replay Games, результатом которого стало увольнение известного геймдизайнера, а по совместительству и джазового музыканта Элла Лоу, которому этим летом стукнуло 67 лет. Больше всего он известен как создатель адвенчур Leisure Suit Larry, рассказывающих про любовные похождения неудачника Ларри Лефера. Элл покинул студию из-за сексуального скандала, в котором, впрочем, оказался замешан не он сам, а Пол Троув, президент Replay Games. Его обвиняют в педофилии, а конкретно в демонстрации видеосексуального характера несовершеннолетней девочки. Троув заявил в суде, что не знал возраст пострадавшей, но суд признал его виновным и приговорил к двум годам условного заключения. К слову, как выяснили западные журналисты, в прошлом Троува неоднократно арестовывали по схожим обвинениям. Ну а Эллоу покинул свое место работы, поскольку, как он сказал, не желает иметь ничего общего с компанией, руководитель которой умудрился так запятнать свою репутацию. Своими будущими планами отец Ларри Лаффера пока не делится. Студия Unknown Worlds анонсировала игру Сабнаутика, которая, по словам разработчиков, будет комбинировать элементы ролевой игры, песочницы, исследований и порадует кинематографичностью. Вся эта куча мала звучит как-то странно и непонятно, на что авторы отвечают, мол, это будет совершенно новый жанр. По их словам, Сабнаутика передаст ощущение открытия неизвестного, чувство исследования нетронутого мира, без знаний того, как далеко и глубоко вы можете зайти. Подводная окружающая среда позволит вам конструировать собственные подлодки и разрабатывать оборудование, чтобы забраться еще дальше в своих исследованиях. Решения, принимаемые в строительстве субмарин, повлияют на то, как вы будете изучать подводный мир и с какими существами вы сможете встретиться. Как все это будет работать, принципиально неясно. Материалов по проекту крайне мало, и авторы пока не желают углубляться в детали. Зато они уже опубликовали один из саундтреков Сабнаутика. Музыка, что вы сейчас слышите, как раз оттуда. Ну а на этом все новости на сегодня. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok